Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием Desert Bus. Ремейк-симулятор водителя автобуса, который должен был выйти официально в далёком 95-м году, по-моему, в каком-то сборнике. Но в итоге что-то не срослось, игра не увидела свет, но... Тем не менее, её окрестили самой скучной и унылой игрой того времени, потому что в игре практически ничего не было. Была дорога, была пустыня, прямая причём дорога, не было никаких абсолютно поворотов, и была лишь одна цель — доехать до конца и, по-моему, вернуться обратно. Или что-то вроде того, если память мне не изменяет. При этом также была небольшая проблема с автобусом. Автобус склонит немного вправо, и тем самым вам немножко нужно поворачивать руль, контролируя автобус и стараясь не угодить за пределы дороги. Потому что если вы угодите за пределы дороги, то вы, по-моему, начнёте с самого начала или что-то вроде того. Но VR-версия, конечно, поинтереснее будет, потому что здесь я действительно как будто сижу в этом автобусе. И причём, смотрите, есть мошен управления. Я могу вращать руль. Конечно, да, несколько оборотов я произвести не могу, но это нам и не требуется. Потому что мы лишь будем немножко, немножко поправлять наш автобус. Также здесь есть, смотрите, радио. Можно послушать. И при этом присутствует мультиплеер. Вы можете покататься со своими друзьями. Друзья могут выступать в качестве пассажиров, кидаться всяким мусором у вас, например. Какой же классный автобус. Как здесь атмосферно. В какие-нибудь другие симуляторы-водители. Мошен управления, чтобы я мог руками. Правда, у меня в другой руке спидометр, по всей видимости. Чтобы я мог руками держать руль, поворачивать его, вращать и так далее. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь ещё есть. Какие-то тумблеры. Видимо, открытие дверей. Да, но ничего, никак с этим взаимодействовать я не могу. Так, это у нас что? Это тормоз? Это ручник? Не знаю. Узнаем мы в скором времени. Также есть, смотрите, адометр. Это, видимо, выход. Да, куча разбросанных билетиков. Какие-то упаковки. Банки. Из-под газировки. И различный мусор. Так, ну что ж, я думаю, можно начинать. Вентилятор у нас также здесь есть. Его можно включить как-нибудь? Может быть, где-то есть... Так, я вижу белый провод. Может, как-то... Нет, видимо, нельзя. К сожалению. А то жарковато, честно говоря. Есть вот такая вот ёлочка-банюшка. Но взаимодействовать с козырьком мы не можем. Да, к сожалению. Жалко. Виртуальной реальности постоянно хочется что-то пощупать, с чем-то повзаимодействовать. Взаимодействовать. Так, ну ладно, давайте стартовать. А то я болтаю. Мы даже не тронулись. Так, ну вот, смотрите. Я опускаю руль. Он возвращается в изначальное положение. И потихонечку автобус начинает клонить немного в правую сторону. При этом разгоняется-то он неплохо. Я так понимаю... Да, в милях здесь спидометр. Так что через... Несколько дней мы, может быть, доберемся до Лас-Вегаса. По-моему, конечная остановка это Лас-Вегас. Если я не ошибаюсь. Ну и, собственно, всё. Мы только что с вами посмотрели весь контент в этой игре. Много зон-драйв напоминает, но... А здесь, конечно, нельзя выходить из автобуса. Из транспорта. Переходи в поле. Что произошло? Меня резко дёрнуло. Ну вот, собственно, я и заехал. За пределы. И посмотрим, что сейчас будет. Кстати, это зеркало разбито. Так, может, я управляю? Да, я могу сдать назад. Не знаю, с самого начала мы начнём или нет. Сдаём назад. Возвращаемся на дорогу. Выглядит это максимально нелепо, конечно. Как будто меня притягивает какой-то магнит скорее. Я не использую задний ход. Так, слушайте, похоже, мы действительно возвращаемся в самое начало. И для того, чтобы пройти эту игру, доехать до конца и вернуться обратно, требуется действительно, по-моему, 20 часов реального времени. Может быть и больше. Может быть и чуть меньше. Я точно не помню. Вы всегда можете погуглить. Да, здорово, классно. Можно откинуться на спинку кресла и наслаждаться поездкой. Шикарно. Теперь даже нам и газ нажать не нужно. Проблема в том, что мы начнём с самого начала, скорее всего. Может, я как-то могу отрубить задний ход? Нет, я никак это не контролирую. Да, и рудушка тоже не помогает. Кстати, здесь сигнал есть. Перекати пода снова. Ну, хоть что-то здесь имеется. Я не уверен, что в оригинале были перекати пода. Прекрасная пустыня. Слушайте, мне кажется, я не так много проехал. А, вот всё. Останавливаемся. Да, то есть вас откатывает немгновенно назад. Так, я, по-моему, сполз куда-то. Отлично. Поднялись. Поехали. Замолчи. Заткнись. Я не хочу это дерьмо слушать. Так, я могу? Я, кстати, вот так могу рулю взять. Так, ладно. Будем поосторожнее. Постоянно поправлять наш автобус. Смысла в этом, конечно, никакого нет. Потому что мы, естественно, доглянуться в любом случае не доедем. Но в VR-версии явно лучше. Как минимум по погружению. Ощущаешь себя действительно в этом автобусе. Так, немножко отклоняем руль. Даже, смотрите, какие-то объекты есть. Как будто это конец железной дороги. Может быть, здесь когда-то и действительно железная дорога была. Смены времени суток тоже здесь. Смены времени суток здесь тоже отсутствуют. Так, что мы лишь будем наслаждаться солнечным днем. Хотя, не знаю, может быть, в ремейке я что-то их добавлю. Но я так понимаю, они старались максимально приблизиться к оригиналу неповторимому. И у них это получилось. У меня уже рука устала на самом деле держать руль. Так, что можно, наверное, его немного отпустить. Нет, и сразу автобус резко клонит. Да, так что, чтобы не рисковать... Тихо-тихо-тихо. Мы немножко... Немножко подправим наш автобус. Конечно, моушен управление в подобных играх реализовать достаточно трудно. И оно никогда не будет идеальным. Потому что в руках мы ничего не держим. Мы не чувствуем руль. И постоянно будет соскакивать рука. Рука, скорее всего, проворачивается руль и так далее. Но мне кажется, это все равно лучше, чем играть с геймпадом, например. Мне действительно уже жарко. Может быть, это, конечно, самовнушение. Может быть, это атмосфера палящего солнца, палящей пустыни. Влияет на мой организм. Повышается температура тела. Может быть, из-за того, что я держу одну руку прямо. Кстати, немного вот начинается отскакивать. Так, тихо. Притормозим на всякий случай, чтобы не вылететь. Ну, а теперь я значительно больше проехал. Две мили. Неплохой результат. Не знаю, сколько до конца, сколько до Лас-Вегаса. Вот если бы в конце хоть какая-то награда была... Давайте вот так удержать. Да, вот так вот. Проще будет вытягивать руку далеко вперед. Не так просто, как казалось. И держать ее в таком положении. Она начинает затекать. А вот так вот я практически на коленках держу руку. Вот так вот гораздо проще. Ну-ка, давайте посмотрим, какая максималка у этого автобуса. Вот сейчас я зажимаю газ и не отпускаю. Немного... Не отпускаю, немного подруливаю. Ну, 45 миль в час. 46-47, наверное, где-то. До 50 миль в час не разогнаться. Максималка по спидометру 70 миль в час. Нормально. Серпимая скорость. Так, и вот мы уже 4 почти мили. Проехали с такой скоростью. Все рассчитывается в реальном времени. Я полагаю... Зачем я спидом... Это точно спидометр? Или нет? Да, это спидометр. Ой-ой-ой, тихо, заехал. Слушайте, а если я, смотрите, заеду в левую сторону, то меня не вернуло назад. Видимо, проблемы только начнутся, когда я выйду в пустыню с правой стороны. И, соответственно, окажусь вне дороги. По всей видимости. Хотя в прошлый раз я совсем немножко заделал полосу белую. И все, меня сразу начало откатывать. В Евротрак бы поддержку контроллеров. Хотя бы вот такую вот. Или как в симуляторе Вора. Я бы поиграл еще, дали бы возможность взаимодействовать со всякими переключателями и так далее. Все вручную трогать, щупать. Но, к сожалению, такой разработчики, скорее всего, не реализуют вообще разработчики любого автосимулятора. И модификацию, я думаю, тоже реализовать достаточно трудно. Так, ну что ж, давайте остановимся, наверное, уже. Поездка закончена. Или давайте резко попробуем выехать. Вот задел немного. Да, и все, немного задел. Хотя, сейчас, может, еще смогу вывернуть. Нет, все, я остановился до конца. Да, уже бесполезно. И теперь мы медленно начнем сдавать назад. При этом включаются огни заднего хода. Есть эффекты. Ну, я осмелюсь предположить. Ну-ка, если этот рычаг погрыл. Ничего не... А, это дверь открывать. Я только сейчас это заметил. Ну, давайте проветрим. Хоть попрохладнее будет. Я думал, сначала это ручник. Ну, и теперь можно расслабиться. Потому что поездка с задним ходом предстоит долгое, по всей видимости. Да, скипнуть я точно никак не могу. Я только могу сбросить свое изначальное положение. Давайте прогуляемся немного по автобусу. Я сейчас встану. Посмотрим все вблизи. Кстати, можно переключать руки. Так. Телепорта, я так понимаю, здесь никакого нет. Да, мы можем за полочник подержаться. Ну, все. Это максимум, куда я могу идти. Здесь уже зона моя заканчивается. Так что можно немного постоять в основном в салоне. Но совсем чуть-чуть. Даже багаж чей-то присутствует там сзади. Что-то еще есть. Еще один чемоданчик, как минимум. Да, и вот такие вот облезлые, ободранные сиденья. Что указывает на то... На то, что наш автобус довольно старый. Ну, а зеркало хотя бы работает. Как-то странно, конечно, как дисплей. Опять же, ощущается. И это зеркало чисто для того, чтобы видеть пассажиров, скорее всего. Чем они там занимаются. Больше ничего не нужно. Так, а вот это вот... Зернуть не можно, да? Да, жалко. Больше, короче, здесь скрутить ничего нельзя. И мы, похоже, действительно на самое начало едем. Скипнуть точно никак нельзя. Да, никакого упрощения. Все как в оригинале. Ладно, господа, в таком случае на этом и закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...